26 апреля в юбилейном микрорайоне у памятника героям чернобыльцам состоялось мероприятие, посвященное 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Возложить цветы, вспомнить трагические события и подвиг героев пришли представители Законодательного собрания края, глава Западного округа города Краснодара, депутаты городской думы, представители организации инвалидов Чернобыль, а также участники ликвидации последствий катастрофы на АЭС. В мероприятии принял участие настоятель храма Рождества Христова, партерей Александр Игнатов. На встрече говорили о масштабности этой техногенной катастрофы и ее последствиях, а также слова благодарности участникам ликвидации. И обычным пожарным, и военным, и местным жителям. Это дата, которую не празднуют, но которую нужно всегда помнить. Ценой собственного здоровья, а зачастую и жизни, вы, дорогие чернобыльцы, спасли нашу страну от ядерного заражения. В своем слове партерей Александр Игнатов отметил о самом святом христианском подвиге, о готовности самопожертвования ради ближнего, готовности отдать свою жизнь во имя спасения людей. Эти духовно-нравственные ценности русский народ несет в своих генах и сердцах. Наш великий народ, жертвуя собой, идет и подставляет грудь и собственное сердце. Почему это происходит? Потому что наш народ вскормлен христианским нравственным законом, о чем и сказал наш Господь Иисус Христос. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Это в генах наших, это в сердцах нашего великого русского народа, там, где трудно, там, где тяжело, там, где смертельная опасность, не бежать оттуда, а помогать другим, которым еще тяжелее. И вот сегодня, вспоминая тех, кто отдал свои жизни еще там, получив огромную дозу радиации, кто умер после этой аварии, давайте воспомним и помолимся о них. Упокой Господи, души всех тех, кто, не щадя живота своего, пошел на эту страшную аварию, чтобы жили мы с вами, чтобы мы не забывали об этом. И жили наши дети, внуки, чтобы строились наши города, асфальтировались улицы, открывались новые комфортабельные здания, жилища. И с какой благодарностью мы должны все живые посмотреть в глаза тем, которые сегодня пришли вспомнить ту страшную трагедию. Кто-то принес фотографии своих близких, родных, которых нельзя забыть. Сегодняшний день не просто день памяти, сегодняшний день, который как бы возглашает каждому из нас. Этот день нельзя забыть. Его нужно передавать своим детям и внукам, чтобы они не забывали о том великом народе, который, не щадя жизни своей, защищает свои нравственные духовные ценности. Низкий поклон вам всем, кто сегодня пришел. Почтить память погибших и уже ушедших. Не просто в мир небытия, а в мир вечности. Потому что у Бога ведь все живы. У Бога нет мертвых. Он не есть Бог мертвых. Он Бог живых. Для того и приходит в мир Христос, чтобы победить своей смертью на кресте смерть всех людей. Почему мы буквально через неделю уже позовем всех вас под своды православных храмов, чтобы всем вместе, единым сердцем и едиными усты провозгласить эту победу добра над злом, победу истины над ложью, победу света над тьмою, этими вечно живыми и такими дорогими в сердце каждого из нас живых. Христос воскресе воистину. Воскресе Христос и нам, и всем тем, кто уже ушел в мир вечности, в мир лучший. Он подарил жизнь. В память об участниках ликвидации последствий аварии состоялась минута молчания. Мы объявляем минуту молчания. В завершении собравшиеся возложили к монументу цветы. В завершении собравшиеся возложили к монументу цветы.